Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа Спортмикс в студии Тахир Гафуров, а спонсором нашей передачи выступает торговый дом Дордой Плаза. Ищите подходящий спортивный инвентарь по всему городу? Сравнивайте цены! Огромный ассортимент спортивных товаров, популярных брендов для взрослых и детей. Дордой Плаза. Все для вашей спортивной семьи. Во дворце спорта имени Кабау Лука Жамкула прошел чемпионат Кыргызской республики по спортивной борьбе. И сегодня наш рассказ о борьбе вольной. А спонсором рубрики «Спортплощадка» выступает спортивно-развлекательный центр Сан-Сити. Плаза! Дворцы спорта На ваших экранах финальная схватка весовой категории до 57 кг. Здесь встретились Алмаз Манбеков в красном трико и в синим трико Алмаз Улубикзат. Мы вам покажем наиболее интересные моменты финальных схваток. Алмаз Манбеков является чемпионом Кыргызстана 2018 и 2019 годов. В последующие три года он завоевывал серебряную медаль. Итак, мы видим атаку в исполнении Алмаза с Манбекова. Два балла он заработал, еще два и еще два балла записывает свой актив. Борец в красном трико. Таким образом, счет становится 7-0. Дело в том, что до этого Алмаз Улубикзата было 30 секунд, чтобы провести результативную атаку. У него не получилось. Вот таким образом, еще один балл заработал Алмаз Манбеков. В 2022 году Алмаз Манбеков стал победителем международного турнира Яшар Дагу в Турции, серебряным призером Исламских игр Солидарности и бронзовым призером чемпионата Азии. По опытней Алмаз Манбеков своего соперника Алмаз Улубикзат является чемпионом Кыргызстана среди кадетов 2017 года, бронзовым призером первенства Азии среди кадетов 2017 года. Победителем международного турнира на призы Будаева 2022 года в Бурятии проводится этот турнир. И также в 2022 году Алмаз Улубикзат завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди борцов до 23 лет. Так, пока идет в этой схватке Алмаз Манбеков, пытается Бигзат что-нибудь предпринять, чтобы переломить хоп встречи. Пока не получается, но я отмечу сразу, что бронзовыми призерами в этой лицевой категории. А вот мы видим атаку в исполнении Бигзата, 2 балла он зарабатывает. Таким образом, счет становится 7-2. Еще одна попытка Бигзата провести прием. Никак не оценивается это действие. И один балл еще зарабатывает Алмаз Улубикзат. Таким образом, счет становится 7-3. И победа Алмаза с Манбековым. В итоге он и завоевывает заново чемпиона страны. Ну так вот, бронзовыми призерами в этом весе стали доктор Биг Улу Юхан и Абду Малик Карачев. Следующая весовая категория до 61 килограмма здесь встретились Улубикзат Жалдазбеков. Он в красном трико и в синим трико. Жуманбеку Лу Тайрбек. Улубик Жалдазбеков является неоднократным чемпионом Кыргызстана. Чемпион Азии среди гадетов 2012 года. Чемпион Азии среди юниоров 2014 года. Чемпион Азии среди борцов до 23 лет 2019 года. Чемпион Азии 2020 года. То есть Улубик Жалдазбеков является чемпионом Азии по всем возрастам. И кстати, это у нас единственный борец, который имеет звание чемпиона Азии по всем возрастным группам. Также Улубик является чемпионом мира среди борцов до 23 лет 2019 года. В 2022 году стал бронзовым призером чемпионата Азии и бронзовым призером международного турнира Яшар Дагу в Турции. Второй период мы с вами уже смотрим. Синим трико, Жумашбекулу, Тайербек. Он является серебряным призером международного турнира на призы Була Исара Сайкиева 2016 года. Бронзовый призер международных спортивных игр «Дети Азии» 2016 года. Бронзовый призер первых игр стран СНГ 2021 года. В 2022 году стал серебряным призером международного турнира Будаева. Чемпионом Азии среди борцов до 23 лет. И серебряным призером чемпионата мира среди борцов до 23 лет. Но в любом случае, Жумашбекулу, Тайербек помладше у Макбека, Жалдожбекова. Опыта, так сказать, побольше у борца в красном трико. И пока 1-1 счет по последнему замечанию ведет Улухбек, Жалдожбеков. Бронзовыми призерами в этом лесе стали Руслановый Алишер и Достанер Макбеков. Итак, попытался в ноги пройти Улухбек, Жалдожбеков. Контр-атакует Тайербек, зарабатывает 2 балла. И отыгрывает 1 балл Улухбек, Жалдожбеков. Пытается накатить своего соперника. Но никак не оценивается это действие. Посчитали, что Тайербек убегает с ковра. И в итоге схватка завершена. Победу одержал Жалдожбек и Тайербек. Не смог Улухбеков одолеть более молодого соперника. Таким образом, Тайербек становится чемпионом Кыргызстана. Следующая весовая категория до 65 килограмм Алибек Осмонов в красном трико и в синем трико Аден Сакибаев. Борец в синем трико еще достаточно молодой. Сказать о нем практически пока ничего не могу. Но вот Тайербек Осмонов, любитель спорта, любители борьбы уже хорошо знают. Он является серебряным призером Игр Исламской Солидарности 2017 года. Мы видим атаку в исполнении Адена Сакибаева. Зарабатывает 2 балла. И ставятся спортсмены в стойку. Итак, как я уже сказал, Алибек Осмонов является серебряным призером Игр Исламской Солидарности 2017 года. Бронзовый призер международного турнира памяти выдающихся украинских борцов и тренеров 2021 года. Победитель международного турнира в Турции Яшар Дагу 2021 года. И вот мы видим атаку в исполнении Алибека Осмонова. Зарабатывает он 2 балла. Убегал с ковра его соперник. Аден Сакибаев и таким образом был поставлен в парт. Еще 2 балла записал в свой актив Алибек Осмонов. Еще 2 балла. И таким образом счет становится 8-2 в пользу борца в красном трико. Также Алибек является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года. В схватке за третье место тогда Алибек нанес поражение поляку Шиштофу Бьянковскому. Ну и в 2022 году Алибек Осмонов стал бронзовым призером рейтингового турнира в памяти Болата Турлаханова. 1 балл отыграл борец в синим трико Аден Сакибаев. Ну а мы давайте посмотрим результативные атаки в исполнении спортсменов. Конечно же опыта побольше у Алибека Осмонова. И можно сказать о том, что в этой весовой категории до 65 килограмм у нас выступает еще один борец. Арназар Ахмат Алиев, двукратный призер чемпионата мира. Но на этих соревнованиях он не выступал. Освободили Ирназара от чемпионата страны. И вот таким образом Алибек Осмонов близок к тому, чтобы стать чемпионом Кыргызстана в категории до 65 килограмм в олимпийской весовой категории. Бронзовыми призерами в этом весе стали Миран Акимбаев и Азин Мамышев. Еще одна атака в исполнении Алибека Осмонова. Ну и в принципе довольно уверенно он ведет в этой схватке. И Аден Сокибаев пока не может догнать своего соперника. Еще два балла заработал Алибек Осмонов. И таким образом досрочная победа бронзового призера чемпионата мира Алибека Осмонова. Давайте еще раз посмотрим атаки в исполнении Алибека. Алибека Осмонов чемпион Кыргызстана 2023 года. Следующая весовая категория до 70 килограмм здесь встретились Аразбек Токтамамбетов в красном трико и в синим трико Жиргалбеку в морза. Аразбек Токтамамбетов является бронзовым призером чемпионата страны 2017 года среди гадетов. Серебряный призер первенства Кыргызстана 2019 года среди юниоров. Бронзовый призер чемпионата страны 2020 и 2021 годов. В прошлом году, в 2022 году Аразбек стал серебряным призером чемпионата страны. Также в прошлом году Аразбек Токтамамбетов завоевал звание чемпиона Азии среди борцов до 23 лет и выиграл международный турнир в Бурятии на призы Будаева. Один балл записывает свой актив Аразбек и ведет в этой складке. Бронзовыми призерами в этом весе стали Алишер Улу Алихан и Канат Керимбеков. Вообще нужно сказать о том, что 2022 год был очень насыщенный и в принципе для Федерации спортивной борьбы нашей страны этот год был знаменательным. По итогам 2022 года Федерация спортивной борьбы, которую возглавляет Мелец Токтамамбетович Турганбаев, была признана лучшей федерацией борьбы в Азии по итогам 2022 года. Ну а в этой схватке победил Аразбек Токтамамбетов и завоевал звание чемпиона Кыргызстана впервые в своей спортивной карьере. Следующая весовая категория до 74 килограмм здесь встретились Исламбек Аразбеков, он в красном трико и в синим трико Аделет Джапаркулов. Аделет является бронзовым призером чемпионата страны 2022 года, правда весит до 70 килограмм. Но вот в этом году он решил выступить на категорию выше. Исламбек Аразбеков является чемпионом Кыргызской республики 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годов. То есть уже довольно опытный спортсмен. Бронзовый призер международного турнира памяти Димухаммед Акунаева 2019 года. Бронзовый призер Кубка мира 2020 года. Бронзовый призер 24 международного турнира памяти выдающихся украинских борцов и тренеров 2021 года. Бронзовый призер чемпионата Азии 2021 года. В 2022 году Исламбек стал бронзовым призером международного турнира Яшав Дагу и бронзовым призером чемпионата Азии. Еще два балла записывает свой актив Исламбека Аразбеков. Ну и в принципе довольно уверенно ведет в этой схватке. Третьи места в этой весовой категории заняли Кубат Азизбаев и Алимур Такиров. Вот я вам уже говорил, что наша федерация спортивной борьбы была принята лучшей в Азии. Этого результата наша федерация добилась благодаря успешному выступлению отечественных спортсменов и слаженной работе нашей федерации. В 2022 году сборная команда по греко-римской борьбе заняла первое общекомандное место на первенстве Азии среди кадетов, третье место на первенстве Азии среди юниоров, первое место на чемпионате Азии среди борцов до 23 лет и третье место на чемпионате Азии. Сборная команда по вольной борьбе в прошлом году заняла второе место на чемпионате Азии среди борцов до 23 лет, а женская сборная заняла третье место на первенстве Азии среди кадетов и второе место на первенстве Азии среди борцов до 23 лет. А в этой схватке победу одержал Исланбек Аразбеков. В следующей весовой категории до 79 килограмм здесь встретились Атай Изабеков в красном трико и в синим трико Азиолет Маратбеков. Атай является бронзовым призером чемпионата страны 2021 года. Азиолет является бронзовым призером чемпионата страны 2022 года. Бронзовыми призерами в этом весе стали Абдемена Павелуха Штар и Бизжан Гамбулов. Ну а пока вы смотрите, вот мы видим 2 балла заработал Иллет Малатбеков. Ну и пока вы смотрите, я продолжу знакомить с выступлением наших борцов в прошлом году. Вот я уже перечислил места, которые заняли наши сборные по трём видам борьбы. И вот благодаря этому наша федерация была признана лучшей в Азии. Чемпионами, кстати, Азии в прошлом году среди взрослых стали Жаламан Шаршинбеков, Тенар Шаршинбеков, Акжол Махмудов и Айпери Медек Кызы. Кроме того, на чемпионате мира в Сербии Акжол Махмудов и Жаламан Шаршинбеков впервые в истории греко-римской борьбы Кыргызстана завоевали золотые медали чемпионата мира, а Аманкур Исмаилов, Арсалан Будожапов и Арназар Акматалеев стали бронзовыми призерами чемпионата мира. Ну а мы с вами смотрим уже второй период весовой категории до 79 килограмм. Близится схватка к завершению. Он пытается от Айзобеков провести результативную атаку, не получается. И в итоге, во время схватки завершено, Аделет Муратбеков завоевывает золото чемпиона Кыргызстана. Следующая весовая категория до 86 килограмм. Здесь встретились Нуртелек Карабаев, он в красном трико и в синим трико Нарбек Исобеков. Нуртелек является бронзовым призером чемпионата Кыргызстана 2017 года среди юниоров, чемпион Кыргызстана 2019 года среди юниоров, серебряный призер чемпионатов страны 2020 и 2022 годов среди взрослых. Нуртелек уже завоевывал звание чемпиона Кыргызстана среди взрослых в 2021 году, но в прошлом году Нуртелек стал серебряным призером чемпионата Азии среди борцов до 23 лет и бронзовым призером исламских игр солидарности. Нарбек Исобеков является серебряным призером чемпионата Кыргызстана 2021 года. Бронзовыми призерами в этом весе стали Дактор Бекулу Сейтек и Жанабекулу Стамбул. Ну вот, кстати, я вот говорил о том, что на чемпионате мира в Сербии Акжол Махмудов и Жаламан Шаршинбеков стали чемпионами мира, а Аман Тур Исмаилов занял третье место. И вот благодаря этому результату наша команда по греко-римской борьбе заняла пятое командное место и впервые в истории получила право участвовать на Кубке мира. Ну, правда, приняли участие в Кубке мира и наши вольники. Бронзовые призеры чемпионата Ирназар Акматалеев и Арсалан Будажапов выступили в команде сборной мира. И, кстати, также за сборную мира на Кубке мира выступил серебряный призер первенства мира прошлого года Таирбек Жумашбеку Улу. В итоге они стали бронзовыми призерами Кубка мира. Делает рефери на ковре замечание на Арбеку и схватка продолжается в стойке. Ну, вообще, нужно отметить, что на довольно высоком уровне прошел чемпионат Кыргызстана. Зал был великолепно подготовлен. Были приглашены судьи олимпийской категории из Казахстана. Ну, и зал дворца спорта был практически заполнен. Ну, и, конечно же, было у всех очень хорошее настроение. В принципе, первые номера не выступали во многих весовых категориях, как в греко-римской борьбе, так и в вольной. Но, тем не менее, схватки были достаточно интересными. И можно сказать о том, что конкуренция у нас растет. Как в греко-римской борьбе, так и в вольной. Ну, и, конечно же, за счет этого растет мастерство спортсменов. Ну, что еще можно сказать по 2022 году? Ну, можно сказать о том, что борец греко-римского стиля Акжол Махмудов был выбран лучшим борцом Азии греко-римского стиля. Ажоломан Шаршинбеков, опять же, впервые в истории нашей борьбы, получил звание лучший борец мира греко-римского стиля. Это, конечно же, очень высокая оценка. Ну, и также можно отметить, что в прошлом году в Кыргызстане прошел чемпионат Азии по двум возрастам. У-17, у-23. И соревнования прошли на самом высоком уровне. Итак, пытается Нарбек из-за бегов что-нибудь предпринять. Проигрывает он по ходу схватки. Но, как мы видим, хорошо обороняется. Нуртелек Крэгбаев. Атакует. И, возможно, 2 балла еще запишет в свой актив. Да, удается еще 2 балла заработать Нуртелеку. И, таким образом, достаточно уверенно ведет он в этой схватке. Очень большую работу по проведению чемпионата Кыргызской республики провели вице-президенты Федерации спортивной борьбы. Это Алмаз Бекбоев и Ахрор Иминов. И, в принципе, нареканий ни у кого не было. Ни у зрителей, ни у судей, ни у кого. Все было организовано на очень высоком уровне. Итак, близится у нас к завершению схватка финальной весовой категории до 86 килограмм. Ведет в этой схватке Нуртелек Крэгбаев. И, судя по всему, не отдаст он победные баллы Нуртелеку Забекову. Пытается Нуртелек пройти ноги, не получается. Контролирует его Нуртелек Крэгбаев. И, в итоге, спортсмены ставятся в стойку. Ну, давайте еще раз посмотрим атаку в исполнении Нуртелека, где он заработал 2 балла. И Нуртелек Крэгбаев становится чемпионом Кыргызстана 2023 года. Следующая весовая категория будет 92 килограмм. В красном треку Мирлан Ченебеков и в синем треку Адылу Луу Нурболот. Мирлан Ченебеков является бронзовым призером международного турнира победы Кабалу Юкаженкула 2016 года. Обладатель Кубка страны 2016 года. Бронзовый призер чемпионата Кыргызстана 2020 года. Серебряный призер чемпионата страны 2021 года. Чемпион Кыргызстана 2022 года. Ну вот Адыл Оулу Нурболоте сказать практически ничего не могу. Довольно молодой борец. Сразу отмечу, что бронзовыми призерами в этом весе стали Байсал Кубатов и Магомед Будунов. Итак, рефери на ковре делает замечание Нурболоту. 30 секунд у него есть, чтобы провести результативную атаку. Скажу для любителей борьбы, что в этом году у нас пройдет в Кыргызстане целый ряд соревнований. Это рейтинговые турниры. Впервые у нас пройдут в июне месяце рейтинговый турнир по вольной борьбе памяти Кабау Лука Жанкула и рейтинговый турнир по греко-римской борьбе памяти Радбека Санатбаева. Также в Бишкеке пройдет чемпионат Азии по двум возрастам. Ну и кроме того, опять же, впервые в истории нашей страны пройдет чемпионат Азии по сурдо-борьбе. Ну, правда, вместе с борцами там будут соревноваться еще джудаисты и тайквандисты. Итак, один балл записывается в актив Нурболота. Было 30 секунд у Мерлана, чтобы заработать рейтинговый балл. Не получилось. И таким образом, вот, один балл был записан в актив борца в синий трико. Атака в исполнении Мерлана. Два балла он зарабатывает. И два балла также записывается в актив Нурболота. И таким образом, пока ведет борец в синим трико. Ну, вообще, если говорить о наступившем 2023 году, можно отметить, что самыми главными стартами в этом году станет чемпионат мира, который пройдет в Сербии. На чемпионате мира будут разыгрываться путевки на Олимпийские игры 2024 года Париж. Ну, и, конечно же, наши борцы будут готовиться усиленно к этим стартам. Еще в этом году пройдут азиатские игры, которые были перенесены в связи с пандемией коронавируса. Ну, и также будет чемпионат Азии. Кто где будет бороться, это еще решат главные тренера наших сборных по видам борьбы. Напомню, что главным тренером сборной Кыргызстана по вольной борьбе является Руслан Маджинов, а старшим тренером является Табал Деулу Семенку. И так, Мирлан Ченобеков попытался пройти ноги, не получилось. Но, тем не менее, продолжает атаку борец в красном трекло. Мирлан Ченобеков не удается пока, так сказать, свалить своего соперника на ковер Мирлану. Обороняется Аделулу Нурболот. Но все-таки один балл Мирлан Ченобеков забрал. И схватка продолжается в стойке. Ну, также в настоящее время международным Олимпийским комитетом рассматривается вопрос об участии в Олимпийских играх борцов из-за России. Много стран, как бы, против, особенно Европа. Ну, вот, кстати, национальный Олимпийский комитет Соединенных Штатов Америки высказался за то, чтобы разрешить российским борцам участвовать в соревнованиях. Это придаст соревнованиям, так сказать, большую выривочность. Два балла зарабатывает Мирлан Ченобеков и ведет в этой схватке. Ну, и многие, конечно же, отмечают, что спорт должен быть вне политики. Многие за то, чтобы россияне и белорусы начали выступать на международной арене. Ну, конечно же, под нейтральным флагом. Но многие страны пока против. Будем ждать, что решит Международный Олимпийский комитет вместе с Томасом Бахом. Ну, и, конечно же, хотелось бы, конечно, чтобы российская команда принимала участие в Олимпийских играх. Итак, Адель Уни Марбеллок проигрывает, пытается пройти ноги, не получается. И вот в итоге он ошибается. Еще два балла зарабатывает Мирлан Ченобеков и в итоге становится победителем этой схватки. Ну, а мы давайте еще раз посмотрим результативные атаки в исполнении спортсменов. Довольно непростая схватка была для более опытного Мирлана Ченобекова, но в итоге он выиграл и стал чемпионом Кыргызстана. Следующая весовая категория до 97 килограмм. Здесь встретились Арсланбек Турдубеков, он в красном трико и в синем трико, и Сланбек Респеков. Арсланбек является серебряным призером чемпионата Кыргызстана 2017 года среди кадетов, чемпион Кыргызстана и бронзовый призер чемпионата Кыргызстана 2019 года среди взрослых и юниоров. Серебряный призер чемпионата страны 2020 и 2021 года. Вот мы видели, что довольно активно Арсланбек Турдубеков начал борьбу и в итоге довольно уверенно ведет в этой схватке. Бронзовыми призерами в этом весе стали Мохаммед Мурзаков и Бигзат Тиндиков. Пытается Исланбек Респеков что-нибудь предпринять, не получается пока. Контролирует схватку Арсланбек Турдубеков. Ну и конечно же радует, что появились у нас борцы в таких тяжелых весовых категориях до 97 килограмм. Как вы помните, в этом весе у нас практически всегда выступали легионеры Алексей Крупников, Магомед Мусаев. Ну вот, у нас появился молодой перспективный спортсмен Арсланбек Турдубеков. Ну вот, смотрим атаки своего участия, мы в итоге, он становится чемпионом Кыргызстана 2023 года. Ну и еще одна весовая категория до 125 килограмм. Здесь встретились Музафар Жапоев, он в красном трико и в синем трико Аскер Эфендиев. Музафар является серебряным призером чемпионата страны 2017 года, чемпион Кыргызстана 2019, 2021 и 2022 годов. Попытался в ноги пройти Аскер Эфендиев, не получилось. Стаются спортсмены в стойку. Помоложе Аскера Эфендиева Музафар Жапоев, но и побольше у него опыта в вольной борьбе. Вот мы видим, 4 балла он заработал и пытается накатить своего соперника. Бронзовыми призерами в этом весе стали Айбек Касманбетов и Мерлан Олу Бахтияр. И так ставятся спортсмены в стойку и борьба продолжается. Ну и хотелось бы еще раз отметить, что в этом году, благодаря Федерации спортивной борьбы, благодаря президенту федерации Милисе Турганбаеву, благодаря вице-президентам федерации, это Салбеку и Дамирбеку, Алмазу Бикбоеву и Ахрору Иминову, чемпионат Кыргызстана по спортивной борьбе прошел на очень высоком уровне. И это, конечно же, радует. Итак, победа Музафара Жапоева. Мы желаем нашим борцам успешного выступления в этом году. А сегодня у нас в гостях вице-президент Федерации спортивной борьбы Кыргызской Республики, Алмаз Бикбоев. Здравствуйте, Алмаз. Прошел у нас чемпионат Кыргызской Республики по спортивной борьбе. Прошел на очень высоком уровне и по греко-римской, и по вольной. Но насчет греко-римской мы поговорим с Ахрором в следующей передаче. А сегодня у нас рассказ о вольной борьбе. Как я уже сказал, очень высокий уровень, свет, звук, оформление зала. Это все стоит довольно немало денег. Вот нужно так проводить? Ну, это не первый раз. В прошлом году тоже мы так же провели. Вот вы, наверное, помните, сколько чемпионатов в Казахстане, я думаю, лет 20-30 точно вы, наверное, снимали. Всегда были проблемы со светом. Судьи жаловали, что было темно. Эти повторы, челленджи мы смотрели через маленький телевизор. Людям было не видно. И всегда было вот этот, скандалов было много раньше. В этот раз мы челленджи вывели на большие экраны. Весь народ видел спорные ситуации. Со светом не было проблем. Когда светло, и судьям легче было судить. Вот и, я думаю, наши ребята заслуживают вот такого оформления, такого чемпионата. Потому что они выезжают, они видят. Мы тоже вот выезжаем, мы видим на мире, на турнирах. И хотим вот народу тоже показать, как другие делают. Ну, в некоторых даже в этих местах мы даже лучше провели, чем на чемпионате мира. Вот, например, вот даже вот на больших экранах, вот этот вывод финалистов, нигде нет такого. Вот мы первые, получается. Ну, хотелось бы также сказать спасибо от имени судейского состава. Очень хорошо было организовано питание. Практически никто не голодал. Это тоже в течение всего дня мы могли зайти рефери в комнату и покушать. Это, наверное, тоже немаловажно. Теперь о самом чемпионате. Вольная борьба у нас пользуется действительно большой популярностью в стране. Несмотря, что пока немного у греков лучший результат, но все равно в вольной борьбе больше народу. Чем это сказывается? Ну, я думаю, как это? Ну, всегда было то, что участников, вольников было чуть больше, чем можно. Ну, в этот раз сколько было? На 50 или на 60 участников было больше. И, соответственно, и зрителей, мне кажется, из-за этого. У каждого борца своя аудитория. Мы до 11, по-моему, боролись, да? До 11 ночи боролись. Ну, и греко-римская тоже очень хорошие схватки были. Народ тоже было много. Ну, мне кажется, зрители были одинаковые, что на вольной, что на греко-римской. Ну, в вольной борьбе многие за счет динамики, наверное, за счет большего количества приемов, как бы популярно. Но стоит отметить, наверное, что наша школа греко-римской борьбы в мире вообще считается, что у нас бросковые борцы, да? Да. Ну, вот результат последнего года, первый раз в истории, игро-римская борьба попала на участие в Кубке мира. Это там пятерка лучшая. Я думаю, это хороший показатель. Ну, вообще, по прошлому году, если судить, впервые в истории лучший борец мира, представитель Кыргызстана, Жатуман Шаршинбеков, лучший борец Азии, опять же, Акжол Махмудов. Да. И надо вольникам как-то подтягиваться. Мы будем стараться. В настоящее время, как вам состав нашей команды? По-моему, в принципе, во всех категориях, ну, не считая тяжелой, супертяжелой, у нас есть кому бороться за путевки на Олимпиаду. Да, да, да. Я думаю, как минимум, на четыре лицензии мы можем рассчитывать. Ну, 57, два алмаза там, да? Да, два алмаза. Да. 65, Алибек. Алибек, Ошмонов, Эрназар, смотри. Эрназар, вот многие спрашивают, Эрназар, что будет? 65 или 74? Вы как думаете? Ну, лично мое мнение, наверное, 65, наверное. Ну, там тренерский состав он будет решать. Ну, я думаю, 65 килограмм. Не тяжеловато будет бороться? Ну, у него чистый вес, я не думаю, что прям такой. Потому что я думаю, 72-73 он весит максимум. Ну, для 74 он маловато. Ну, да, для 74 маловато. Тем более 74 у нас тоже есть. 74 тоже есть. Ребята. Прошел чемпионат, буквально вот сейчас в Загребе, первый рейтинговый турнир. Наши ребята, не греко-римляне, не вольники не поехали. В связи с чем? В связи с чемпионатом это... У нас как, чемпионат всегда в начале года. Получается, ну, физически они бы не могли успеть. И на сборах они только сейчас. Получается, перед рейтинговым турниром, это очень большой турнир, очень значимый. На него надо готовиться как минимум 20 дней. Сбор должны были пройти. На сборах ребята сейчас. Получается, мы готовимся на египетский турнир. Как вы знаете, в Египте тоже рейтинговый турнир будет в конце месяца. И вольно, и греко-римеческо поедут туда. Вообще, какие планы у федерации, и у вольников, и у нашей греко-римской сборной? В этом году очень много стартов, да? Очень много стартов в этом году. И у нас очень много. В июне у нас будет рейтинговый турнир. У Джон Кулера, Адпик Санадбаева. Потом сразу же мы вот сейчас, получается, взяли чемпионат Азии. Как в прошлом году. 23-17. Получается, между ними где-то около 10 дней. Уже где-то, я думаю, в марте мы начнем готовиться на проведение этих турниров и чемпионата. Ребята будут, что у нас? Получается, после Египта на Азию будем готовиться. И уже после Азии, я думаю, на мир уже начнет подготовку. Азиатские игры еще в этом году? Ну, азиатские игры под вопросом. А, под вопросом. Да, под вопросом еще конкретно не сказали. Так поставили, мы посмотрели календарь. Азиатские игры, они прям параллельно с чемпионатом мира. Так как чемпионат мира в этом году лицензионный, мы упор будем ставить на чемпионат мира, чем на азиатские игры. Состав на чемпионат мира как будет определяться? Еще какие-то старты будут? Да, обязательно. Ну, вот раньше как было? Раньше чемпионат Кыргызстана и уже определяли состав. И уже ребята расслабленные ходили. Сейчас получается, как сейчас это получается, один из этапов чемпионата Кыргызстана. Это как бы формирование состава. Сейчас будут смотреть. В некоторых ИСах по два участника поедут в Египет. И там уже посмотрят, кого ставить на Азию. После Азии уже Амири будет. Ну, тем более у нас в Бишкеке пройдут два рейтинговых турнира в памяти Радбека Санадбаева и Кабаулу Кажанкула. Там, наверное, тоже будут как-то смотреть? Там тоже, да, смотрим. Будут там тоже формирование будет. Ну, у нас много, я думаю, этот... Ну, Тренистский стаб, он лучше знает, да, состояние ребят, постоянно с ними. Я думаю, вот сколько, три-четыре турнира, как бы отборы будут, да, на чемпионат мира. Потому что на чемпионат мира мы должны подойти с лучшим составом. Ну, в настоящее время, наверное, действительно наша школа борьбы ценится в мире, потому что прошли сборы у нас женских команд. Тут и чемпионки олимпийских игр были, та же Хелен Марулис из Америки. Ну, и много и тетловных спортсменок из девяти стран было. Теперь у нас корейцы, да, в гостях? Да, вот сколько? Вот, по-моему, три-четыре дня назад приехали в сборная Кореи по греко-оримской борьбе. Сегодня вечером приедет повольная греко-оримская борьба. По 17 человек в полном составе. И приедет представитель федерации, будем подписывать меморандум на три или четыре года, то, что мы будем совместные сборы проводить с корейцем. И у греков, даже с Америки один приехал, Джесси Паркер, 77 килограмм. Он тоже сейчас находится на Искуле. Ну, многие страны сейчас просятся, я думаю, это тоже показатель на уровне нашей борьбы. И по календарю просто мы не успеваем. Некоторым странам приходится отказывать. Ну, тренингский штаб сейчас думает провести сборы, ну, совместно с федерацией. Где-то примерно до рейтингового турнира, за 15 дней, большой сбор на Искуле хотим провести. Там порядка восьми стран, ну, основных. Может, вот, в связи с таким вот наплывом, так сказать, иностранцев сюда к нам, в связи с тем, что наша школа борьбы ценится. Действительно, может, на Искуле нужно создать какую-то базу. Но, может, не только для борцов, а может, какую-то вообще спортивную базу, чтобы все там могли тренироваться. А в этом есть разговоры, нет? Ну, разговоры идут уже какой год, я не знаю. Ну, это даже, если смотреть глазами бизнесмена, это очень удачный проект, да? Потому что, во-первых, Среднегорье, там, 1800-1700 метров для подготовки, это идеальное место Искуле. Вот даже, по-моему, при Союзе космонавтов там готовили. Я думаю, если построить такую базу какую-нибудь, даже если не государство, а бизнесмен, прям такую базу международного уровня, да, чтобы там 6 ковров, там, ринги 100 были. Я думаю, это будет очень удачный проект. Он круглогодичный, во-первых. Сборы на Искуле проводятся круглый год, зимой и летом. Я думаю, очень удачная была бы задумка, да? Ну, будем надеяться, когда-нибудь она воплотится. Вот у нашей женской сборной, благодаря нашему президенту Садзиру Нургазовичу, теперь есть вот свой зал, там и гостиничные номера, и пищевой блок. Будем надеяться, что у наших борцов вольного и греко-римского стиля в ближайшем будущем тоже такой зал появится. Ну, нам пообещали, пока у нас, как вот, пользусь случаем, хотел поблагодарить вот человека, вот Ченарбека Изабека, вот, получается, его вклад в вольную борьбу, особенно и в женскую борьбу, получается, ну, как бы, в его зале вышли, да, получается, все... Из его зала, да? Да, из его зала, а так бы, я не знаю. Если бы президент нам тоже пообещал, кстати, и на вольную, и на греко-римскую, было бы очень хорошо. Женский зал, мы ходим и любуемся. Ну, такой, очень хороший зал. Международный уровень, там все по стандарту идет. Ну, будем надеяться, что это у нас будет. Ну, а мне хотелось бы сказать, что вот прошедший чемпионат Кыргызской республики по спортивной борьбе прошел на очень высоком уровне. Именно вот таким людям, как Алмаз. Вот он и второй вице-президент Ахрор Геминов, они вот вдвоем, можно сказать, под руководством Мелиса Токтамамбетовича провели этот чемпионат. И я думаю, зрители были довольны. Спасибо за такой праздник, Алмаз. Ну и в завершении разговора, вот, можете что-нибудь пожелать телезрителям. Ну, хочу подчеркнуть вот членов федерации. У нас такая команда собралась, получается, молодая, очень перспективная, такие снос и с идеями. В такой команде можно и чемпионат мира провести. Ну, зрителям хочу пожелать, любителям борьбы, да, верьте в наших спортсменов. Я думаю, мы не подведем. Чувствуется прям, что золото прям уже, уже близко уже. Я думаю, может даже не одно золото. Вот, любите борьбу, мы будем стараться не подвести вас. У нас в гостях был вице-президент Федерации спортивной борьбы Кыргызской республики Алмаз Биг Боев. Спасибо, что пришли, Алмаз. До свидания. А сейчас наша традиционная рубрика, из которой вы узнаете о новостях Карвин спортклуба. Карвин спортклуб – это спортивно-оздоровительный комплекс с огромным выбором направлений и услуг в сфере фитнеса и здорового образа жизни. Кроме того, это довольно дружная и большая семья, которая всегда рада гостям и новым друзьям. Так, на этой неделе Карвин спортклуб посадил чемпион мира 2022 года по греко-римской борьбе Жаламан Шаршенбеков. Дорогого гостя встретили генеральный директор Карвин спортклуба Самсон Болян и управляющий фитнес-клубом Аванес Болян. Напомним, что Жаламан Шаршенбеков является серебряным призером чемпионатов Азии 2018 и 2020 годов, серебряным призером чемпионатов мира 2018 и 2021 годов, победителем исламских игр солидарности чемпионата Азии и чемпионата мира 2022 года. Аванес Болян провел для нашего чемпиона небольшую экскурсию по Карвину и рассказал о работе фитнес-клуба. Ведь здесь членам Карвин спортклуба предлагается очень много услуг. Это бассейн, где практически все инструкторы по плаванию имеют звание мастеров спорта международного класса, тренажерный зал, в котором тренируют исключительно кандидаты в мастера спорта и мастера спорта по бодибилдингу, армлестингу и пауэрлифтинг. Посмотрели гости студию групповых программ, где можно заниматься стретчингом, йогой, пилатесом, танцами и другими спортивными направлениями. А также медицинский кабинет, куда может обратиться любой желающий член клуба. А в завершение визита генеральный директор Карвин спортклуба Самсун Болян и управляющий клубом Аванес Болян вручили жаламану Шаршенбекову именной халат, а также клубную карту на посещение этого замечательного фитнес-клуба, где теперь есть именной шкафчик чемпиона. В общем, добро пожаловать в Карвин клуб, фитнес-клуб премиум класса номер один в Кыргызстане. Не можете поделить телевизор дома? Второй не помогает. Восьмизальный кинотеатр в Дордой Плаза, зал Лаймакс и новый зал Долби Атмос с ошеломительным звуком. Дордой Плаза. Погрузись в другую реальность. Дорui Плаза. Субтитры подогнали Симон. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok